Добро пожаловать на пересадочную станцию, а точнее в первый выпуск подкаста «В пути», где я буду отвечать на часто задаваемые вопросы, делиться планами на будущее и просто общаться с вами. Это первый пробный выпуск, название возможно еще поменяется, так что смело можете писать свои варианты в комментариях. Я все читаю и беру в расчет каждый комментарий и каждое мнение. Абсолютно точно будет второй выпуск, когда наберутся необходимые темы и ваши вопросы. Чтобы оставить свой вопрос, предложение, пожелание, переходите в группу «Пересадочная станция» во Вконтакте и в специальной ветке обсуждений, собственно, пишите. В следующем выпуске я обязательно на все отвечу. Ссылку на обсуждение я оставлю в закрепленном комментарии. Организационные моменты на этом закончены. Переходим к темам первого выпуска подкаста «В пути». Вот интересно, можно ли считать подобный формат подкастом? По идее «В пути» это ответы на вопросы и мои рассуждения. По крайней мере, так планировалось. И все-таки подкаст или не подкаст? Пишите в комментариях, без вас я не разберусь. Итак, первый вопрос, который периодически задается и предлагается, это стримы. Буду ли я проводить, когда и все в этом духе? Нет. К сожалению, на данном этапе я не смогу проводить стримы. Тем более, после недавних событий, которые произошли. Просто нет необходимого помещения и оборудования для проведения стримов. Кстати, большое вам спасибо за поддержку в комментариях и за предложение помощи. Это было очень, очень приятно. Такая поддержка весьма мотивирует для работы озвучки даже в таких условиях. Спасибо. Что же касается поддержки донатами, то в ближайшее время я открою специальный кошелек для разовых донатов и выложу ссылку. Хотя, сделаем проще. Давайте я открою донат сразу после этой записи и закреплю ссылку также в первом комментарии. Донаты, естественно, не обязательны. Только для тех, кто реально хочет поддержать меня и пересадочную станцию деньгами. И если это про вас, то, пожалуйста, переходите по ссылке. Также YouTube открыл нам возможность создать спонсорскую подписку. И вот тут мне особенно нужна ваша помощь. Оставить подписку только на YouTube или открыть на Patreon или Boosty. Честно признаюсь, я плохо разбираюсь в работе Patreon и Boosty. Я более-менее разобрался только в работе спонсорства от YouTube. И ее я, конечно, открою. Но нужны ли патреоны Boosty? Вот в чем вопрос. Что же касается выгоды от спонсорства на YouTube. Каждый спонсор будет получать специальный значок, который будет виден всем и специальные смайлы. Также я планирую всех спонсоров добавлять в ролики. Как первых пассажиров нашего поезда, путешествующего по фантастическим вселенным. К тому же спонсоры будут раньше всех узнавать о выходе новых видео и будут иметь доступ к аудиоформатам всех роликов. И если у вас есть предложение о том, что можно добавить в спонсорскую подписку, пишите. Что касается аудиозаписей наших путешествий. Они будут сделаны на все выпущенные ролики, обрезаны от лишних вступлений и концовок, а какие-то сведены под один файл. К примеру, так можно сделать с химерой, объединить все в один файл. Либо разделить аудиоверсию химеры ровно по главам. Это тоже еще не решено, жду ваших рекомендаций. Кроме того, что спонсоры получат доступ ко всем записям, также я все-таки планирую выложить их в открытый доступ на сайтах аудиокниг. То есть, можно будет послушать в плеере сайта аудиокниг, либо подписаться по спонсорской подписке и скачать себе в оригинальном качестве и слушать оффлайн. Ну а теперь про химеру. Я вижу, что многим очень нравится химера, мне тоже. Химера будет выпускаться раз в неделю, чередуясь с другими вселенными, либо подобными выпусками. Я бы хотел выпускать ролики чаще, но у меня просто не хватает времени. Поймите, работа занимает большую часть дня и записывать у меня получается только ночью. И поэтому выпуски химеры пока будут выходить только раз в неделю. Насчет продолжительности путешествий. За раз я записываю одну главу, и поэтому иногда они короткие, а иногда доходят и до часа. Все зависит от главы. Но, так как скоро Новый Год, и по плану следующее видео как раз химера, то в следующем выпуске я объединю три оставшиеся главы до второй части в одну. Так что путешествие точно не будет маленьким. И на этой позитивной ноте я закончу первый подкаст, или не подкаст, в пути. Я очень прошу вас ответить на все вопросы в комментариях. Также, если у вас есть вопросы для второго выпуска в пути, переходите в специальную ветку и пишите. Ссылка в закрепленном комментарии. И как всегда, до встречи в следующих мирах. Продолжение следует...